Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам в доле одна из тех женщин, которые руководят этим самым миром, причем не только как жены и матери, но и как выдающиеся бизнес-люди. Вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию компании в МПЛКом Билайн Ольга Турищева. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Тута, и спасибо большое за такое представление. Ну, вы знаете, просто в этой программе мы каждый раз самим себе и нашим слушателям доказываем, что без женщин в бизнесе доля этого мира была бы печальной и неутешительной все было бы в этом самом бизнесе. Хотя, конечно, каждый раз мы пытаемся найти вообще какие-то женские подходы в этом таком, казалось бы, мужском бизнесе, который даже назван словом мужского рода. Расскажите, пожалуйста, в чем заключаются ваши функции в качестве вице-президента по маркетингу и бизнес-развитию в МПЛКоме? Что на вас взвалили? Хороший вопрос, я как бы даже не готова была к нему сразу, да. Казалось, что все понятно, что это такое. Ну, первое, конечно, самое важное, это, безусловно, бренд. Да, это... Ну, вообще, в принципе, роль маркетинга в телекоме, тем более в мобильном операторе, она огромна. Потому что, собственно говоря, мы определяем. То есть, что такое наш бренд, да, что нас отличает от других конкурентов на рынке. Какие тарифы, да. Вот когда вы там задумываетесь на вопрос, какой тариф выбрать, это все то, что делает, в общем-то, как бы моя команда. То, какие тарифы за этим стоят. То, какой опыт пользовательский в результате люди получают, да. То есть, что сдаёт за тем обещанием бренда, которое мы несем людям. То есть, очень многие аспекты. По большому счёту, маркетинг в интернете, это что такое? Это некая наука, не побоюсь этого слова, у людях, их поведении, мотивации. И на основе вот этого знания людей и формируется некое представление, которое дальше уже компания развивает, и которое позволяет ей наращивать бизнес. Ну, и за эмоциональное отношение потребителя к бренду и за то, как вообще его воспринимают на уровне тепло-холодно, тоже отвечаете вы, правильно? Да, безусловно. Как раз за это во многом отвечаем только мы, да, то есть за тепло-холодно. Хотя, в общем, конечно, всё достаточно предельно просто, понятно, и за этим стоят сухие цифры. То есть, есть бизнес компании, есть рынок. Компания определяет свою стратегию, как мы хотим развиваться. Дальше мы смотрим, какая целевая аудитория, то есть, какие именно люди, да, какие продукты и сервисы нам будут позволять расти и обеспечивать вот этот рост бизнеса, который нам так необходим для того, чтобы поддерживать свою долю рынка. Да. И, а дальше, безусловно, вот это вот всё красивый, вот этот прекрасный мир, да, и, в общем, я горжусь, что я являюсь частью команды Вампелком и команды Билайн, потому что вот этот вот мир, да, который, собственно говоря, мы создаём, и который... Задача которого сделать людей чуть лучше, да, и рассказать о том, как мы, как мобильный оператор, как телеком-оператор, можем им помочь. И сделать людям чуть лучше. И сделать людям, конечно. Да, но надо сказать, что у вас действительно совершенно потрясающий образ и запоминающийся, и очень, ну, как мне кажется, эмоционально как раз такой позитивный, прямо в самую подкорку входящий. И он такой тёплый и ужасно креативный. Вот что, есть что-то такое, или вы как бы отвечаете за организацию всего процесса, за какой-то глобальный движок, или есть какие-то вещи, которыми вы гордитесь, потому что вы вот их придумали лично сами, не знаю, какой-нибудь уникальный тариф, или какой-то интересный рекламный ход. Или, может быть, там, я не знаю, какой-то удивительный поворот в компании, продвижение бренда. Было что-то такое? Ой, хороший вопрос. Так сейчас порефлексируем. Я просто как человек, который изучал рекламу, экономическую журналистику на журфаке, и ни разу в жизни ни одного часа рекламой не занимался. Просто иногда у меня слюнка выделяется, когда я смотрю на вашу рекламную компанию, вообще на пиар-продукты и так далее. Потому что это действительно очень вкусно сделано, и мне ужасно интересно, кто за этим всем стоит. Не, ну, за этим стоит очень много людей. Я представляю, конечно. Стоит команда там наша внутри в Ампелкоме, стоит команда агентские. Вы выступаете скорее в качестве, не знаю, музык, кнута и пряника, или вам можно тоже самой придумать что-то, такую вот прям какую-то креативную тему, фишку какую-то, ее внедрить? Ну, смотрите, в принципе, наверное, можно, да, и, наверное, там я могу там авторитарным образом сказать, а вот теперь будет моя идея. Ну, естественно, я этого никогда... А здесь будет лысый брюнет. Да, здесь будет лысый брюнет, да. Вот, но, естественно, я никогда этого делать не буду, и такой как бы у меня ни задачи, ни амбиции не стоит, не стояло никогда, да, потому что мне кажется, что... Как бы пояснить, за брендом Билайн стоит определенная система ценностей, да, вот вы говорите, что он такой теплый, оптимистичный, потому что это бренд об оптимизме. Это бренд о том, что мы, как Билайн, мы помогаем людям, мы вдохновляем их на то, чтобы они могли жить полной жизнью. Ну, и дальше предлагаем им там продукты, какие-то услуги, то есть мы в какой-то степени делаем ставку на то, что каждый человек, он может свою жизнь сделать чуть лучше, да, то есть здесь и сейчас, да, сделать ее чуть лучше. А дальше уже вопрос, как бы, если говорить вот о там каком-то таком ремесленническом свойстве, да, то есть здесь же все, ну, это же фабрика, да, то есть у нас выходит в год 16 рекламных компаний, да, на телевидении. Я уже не говорю, какое количество выходит в интернете или там выходит в каких-то других средах. Но у вас больше все-таки, я понимаю, что ваши, там, ну, обязанности, функции, они находятся в области бизнес-процессов, но тем не менее. Бывает такое, что вы просыпаетесь среди ночи с каким-то креативным решением, которое вдруг родилось, и которое нужно срочно куда-то вылить? Возможности, пространство для творчества есть? Есть, хотя я вот как-то задавалась тут вопросом, креативный я человек или нет. А у меня не бывает каких-то вот таких состояний, я вообще экономиста, закончила там экономический факультет МГУ, там, много лет назад, и вообще планировала развиваться в области проектного финансирования, как это не смешно теперь. Поэтому у меня никогда не было какой-то такой вот жажды именно что-то сделать своими руками, сказать, что это вот мое, это моя креативная идея. Да, то есть у меня такой задачи не стояло. То есть я принимаю активное участие вместе своей командой в отборе идеи креативных, безусловно, да. Но сказать, что там ты просыпаешься среди ночи и думаешь, о, вот это мы сделаем, наверное, такого нет. Мне кажется, что вот для меня, для меня это является моим таким неким внутренним мотиватором, это возможность помогать тем идеям, в которые я верю. То есть я вот как-то задавалась вопросом, как я в отношении там своей команды, какую бы роль я хотела на себя примерить. То есть для меня роль как коуча, такого тренера, она ближе, чем создателя, творца. То есть помочь людям сделать что-то. Все-таки муза. Направить, да. Ну, хорошо. Буду музой. Но телекомбизнес достаточно мужской, поэтому буду музой. Вот это интересно. Телекомбизнес мужской, хотя те ценности, которые, например, ваш бренд транслирует, они на самом деле, ну, как мне кажется, может быть, даже более женские. Все-таки вот что-то такое милое, светлое, доброта, жизнерадостность, какие-то, я не знаю, влюбленности даже где-то. Это все-таки как-то вот больше те эмоции, которыми оперирует женский пол. Ну, мне кажется, что они, эти эмоции привлекают мужчин к женщине, да, то есть именно что-то приятное, что может изменить тебя, что может остаться с тобой где-то там в настоящем. Знаете, мы никогда не задумывались вопросом мужской он или женский бренд, откровенно говоря. Потому что, мне кажется, вот эти ценности, оптимизм, ну, такое как бы вера в себя, да, определенная инновационность, то есть умение как бы посмотреть на мир под другим углом, да, они не имеют какой-то половой принадлежности. Но тем не менее, вы же сами говорите, что телекоммуникационный бизнес, он в большей степени мужской, а с другой стороны, маркетинговая какая-то, ну, стратегия, может быть, женщине дается вот в таких эмоциональных вопросах легче и как-то, может быть, креативнее. И вам, если бы на вашем месте был мужчина, может быть, он не мог так бы вдохновлять и направлять команду, у него были бы какие-то свои сильные стороны, но, возможно, он бы рулил в другую какую-то область. Вы знаете, что интересно, что когда, вот еще там много лет назад, перед ребрендингом, когда мы разрабатывали позиционирование, определяли, в каком направлении мы идти, да, когда мы мигрировали от пчелы, значит, к желто-черному кругу, то решение-то принимали в том числе мужчины, потому что был Александр Изосимов, который был генеральным директором компании, который имел очень большое значение и влияние на то, что произошло впоследствии с брендом Beeline из компании. Был Кирилл Обух, который был бренд-менеджером и там директором по Маркому, который, в общем-то, благодаря его такой целеустремленности и готовности идти до конца, в общем-то, этот проект состоялся. Поэтому мне кажется, что у нас вообще, в принципе, в жизни мало позитивных эмоций. Вот, и то, что действительно нас отличает, во что я верю, что вот эта эмоциональная составляющая бренда Beeline, как такого бренда энергичного, там, молодого, да, достаточно космополитичного, то есть, там, вот даже если такой пример приводить, мы, наверное, первые, кто стали в своих роликах снимать афроамериканцев. Там, политкорректно. А делали мы это со смыслом, да, потому что мы никогда не привязывались к тому, что вот мы должны там демонстрировать какую-то российскость, русскость, да, то есть, мы всегда говорили о том, что, в общем-то, мир универсален, эмоции универсальны. Мы хотим быть в тренде, мы хотим вести людей за собой, мы хотим дать им чуть больше. И мне кажется, это у вас очень здорово получается. У нас в студии вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию компании в МПЛКОМ Ольга Турищева. Мы продолжим после новостей. Это программа «В доле», где мы говорим о доле женщин в бизнесе и о женской доле в бизнесе. У нас в студии вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию компании в МПЛКОМ Билайн Ольга Турищева. Оль, а давайте действительно вернемся к началу. Вы закончили вуз в 94-м году. В 94-м. А уже в 95-м вы достаточно солидные оказались должности, а потом так и вовсе стали начальником. Как вам удалось так быстро по карьерной лестнице в столь непростые годы продвинуться? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, такой реверанс в сторону нашего курса. У нас вообще был уникальный, я считаю, что курс, уникальный выпуск. Ну, наверное, тому много объяснений, но, наверное, одно из таких объяснений, то, что, в общем-то, нам во многом повезло, потому что мы оказались в нужное время в нужном месте. Потому что мы были, наверное, первые такие выпускники, которые оказались же, в принципе, в очень тяжелый период изменений. Поскольку я заканчивала экономический факультет, у меня специальность политэкономия была, то вот мы начинали с первого курса с истории КПСС, да. Вы еще застали, да? Я заканчивала через два года, после вас журфак, уже все, мы, слава богу, уже были освобождены. У нас была история КПСС, да, потом у нас, значит, соответственно, был капитал Маркса, который является вообще величайшим произведением, но мы его учили там практически на жизнь. А потом происходили вот эти вот все трансформации, которые, да, поэтому мне кажется, что вот та гибкость, которую он, ну, в наше время без нее выжить было нельзя, да. И вот это вот умение управлять ситуацией в достаточно таком неопределенном мере, оно, наверное, воспитало в нас силу. И поэтому у нас достаточно такой успешный курс был, и очень многие сейчас там добились огромных высот. А тогда все было достаточно просто, то есть я закончила университет, поступила в аспирантуру, потом поняла, что, в общем, я вообще все свое детство, я школьные годы, мне прошли в Риге. А в 91-м году, ну, я русская. Да, но вы жили почти на Западе, может быть. Почти на Западе, а в 91-м году этот Запад получил еще и свободу, да. И когда в 94-м году стал вопрос, что нужно возвращаться, я вообще не понимала, что делать, и как происходить, и прочее, как будет происходить. Поэтому я, на самом деле, поступила в аспирантуру, вот, поступила, потому что думала, надо больше времени поопределять. Чтобы не принимать радикальных решений. Да. То есть вы не начали работать во время учебы? Нет, нет, да. То есть я вот стереотипы такой бизнес-женщины вам, которая шла по карьерной лестнице, куда-то пришла, я, наверное, могу поломать. Ну, тем интереснее, что как вы в 95-м году оказались в роли менеджера в иностранной компании. Вот. А оказалась я в иностранной компании, как, в общем-то, многие, наверное, в те годы оказывались, по объявлению в газете Moscow Times. Ничего себе. Потому что когда я... Вы читали Moscow Times, это уже было не так распространено. Нет, да всё-таки я закончила Московский университет, да, и вообще, ну, так мы все так или иначе владели языком и понимали вообще, что хочется строить карьеру и вообще мир посмотреть, а не только в России. Надо сказать, тогда был одним из немногих способов практиковаться в английском, да, то есть его читать, современный язык, новые слова и так далее. Ну да, потом хотелось попасть в какую-то компанию, потому что у меня был ещё опыт до этого работы в банке. Я на пятом курсе пошла, значит, писать диплом в банк. Был такой межкомпанк в то время, в отдел проектного финансирования, потом поняла, что процветает сексизм. Вот. И я максимум смогу, значит, оформлять какие-то служебки. А вот где же эти самые проекты инвестиционные? То есть что вам говорят, вот что прям так говорили, ты девочка сиди? Нет, конечно, нет, конечно. Ну, всё равно там, ну, нет, конечно, безусловно, то есть это, может быть, мой какой-то такой максимализм. То есть я понимала, что для того, чтобы пробиться, вот, мало иметь какой-то диплом, нужно иметь знания. Знаний у меня нет, вот, потому что, ну, практики, вернее, какой-то нет. А ещё и, в общем, все начальники, да, все начальники, все мужики, вот, а все девушки в операционном зале. Думаю, ну, слушайте, ну, как-то неинтересно. Вот. Ну, а будучи человеком любознательным, то есть меня всегда в жизни привлекали какие-то такие сложные задачки. Интересные, потому что они для меня и являлись таким фактором просто личностного. Я, собственно говоря, обратилась к газете Moscow Times. Было объявление от компании Merloni электродоместища, что приглашали на работу продакт-менеджеров на бренда Indesit и Ariston. Я помню, что я кого-то из своих друзей тогда долго опрашивала, проводила интервью. А вы знаете, что это такое? На что мне кто-то сказал, да, я у своего, значит, брата в Англии видел такую стиральную машину. Я подумала, о, может быть, сходить. То есть стало понятно, что это что-то пристойное, как минимум. Да. Какой-то приличный продукт. Да, приличный продукт, как эта компания. Интернета тогда не было, где можно было погуглить всё и сразу всё узнать про всех и вся. Поэтому приходилось таким образом. Вот так я оказалась в маркетинге. То есть всё очень просто. Но всё-таки вам действительно без опыта работы... Я, кстати, так и не знаю, как правильно говорить. Я тоже маркетинг. По-моему, американцы говорят маркетинг, да, на первое слога. Ну, будем по-русски. Нет, давайте я по-русски, а вы по-английски. Да, вот у нас как раз будет. Всё равно, девочка без опыта, с английским, а компания итальянская. Как вам удалось достаточно, опять же, быстро продвинуться до... Дальше у вас же было уже... Вы были начальником отдела через буквально три года. Ну, да. Ну, без ложной скромности, наверное, я не глупая. Наверное, есть определённый здравый смысл. Потом, мне кажется, что очень важно, и вот то, что важно именно на такой стадии, когда ты вот вышел из вуза, да, и тебе хочется, тебе безусловно хочется что-то добиться в жизни. Важно иметь определённый такой мотиватор внутри. То есть, с одной стороны, верить в свои силы, да, то есть верить, что вот ты сможешь что-то сделать, да. Причём этим мотиватором не могут быть деньги, не может быть позиция. Вот это потом уже с годами приходит. А должна быть вера, что я хочу что-то сделать, я могу. И, ну, изрядная доля наглости, наверное, или оптимизма, потому что меня вообще это не смущало. Ну, подумаешь, компания итальянская, я, значит, по-английски, ну и что? Подумаешь, что я не знаю, что такое маркетинг, и не только на каком слове ударения делать. А вообще, в принципе, я это не изучала никогда. А потом уже, ну, по большому счёту, ведь это наука о людях, да. То есть, мне кажется, что если... То есть, успешные маркетологи, они должны быть в первую очередь людьми любознательными. То есть, они должны наблюдать, да. Они должны наблюдать, смотреть, понимать, почему у людей та или иная мотивация. Мне это казалось всё безумно интересно, поэтому я уже достаточно много времени стала проводить сразу на работе. Ну, и плюс мне повезло, то есть, я встречала в своей истории... Наставников. Да, я встречала всегда очень таких правильных людей, которые мне позволяли как-то учиться по ходу. Но вам потом пришлось всё равно учить, изучать маркетинг. Хотя, опять же, это было всё, ну, мне кажется, не совсем такое... Посоответствовала теория практики, да, потому что в 90-е годы маркетинг был западный, а ситуация в России была всё-таки, наверное, какая-то, ну, несколько иная. Или общие законы работали уже тогда? Нет, почему? Общие знакомы всё равно работают, потому что всё равно есть там целевая аудитория, есть тот человек, с которым ты разговариваешь, да. Чтобы разговаривать с ним на его языке, нужно понимать, какая у него система ценностей. Нужно понимать, что является его мотиваторами, да, или там инсайтами, есть модное слово инсайт. И дальше уже стараться как-то предложить там продукт, услугу таким образом, чтобы она вот совпадала, чтобы она решала задачи человека, да, потому что... А учиться, ну, нет, ну, безусловно, училась там по ходу уже, работая в каких-то других компаниях, училась за счёт того, что там работала с профессиональными людьми. То есть какого классического образования у меня, безусловно, не было никогда в маркетинге. Дальше были Бош и Сименс, правильно? Дальше были Бош и Сименс, да, я перешла к конкуренту, это был такой момент, вот. Причём это было в кризис всё, ну, так всегда. У меня вот почему-то год какой-то был там, 98-й кризисный. Вот у меня он, ну, это был год, значит, там была разная погода. Но вот он у меня весь ассоциируется с такой осень, ноябрь, Москва, темно, рано темнеет. То есть вот как-то всё было очень депрессивно. Достаточно я перешла в Бош и Сименс, но у нас была очень хорошая такая яркая команда. Правда, надо сказать, что мы проработали вместе два года, и потом все были или менее, ну, в общем, все разбежались. И случайно совершенно мне позвонили, я когда уже подумала, что, в общем, надо как-то куда-то двигаться, мне позвонило агентство Exeggity Все, и сказал, что не хотели бы вы прийти на собеседование, значит, в одну телеком-компанию. А вот это интересно, действительно. Во-первых, всё-таки до сих пор вы работали в каких-то более-менее смежных областях, ну, вот давай, техника и там, и там. И потом это были всё-таки западные компании, которые, ну, строили давно, десятки лет свой бизнес там, и, может быть, здесь и были какие-то сложности, но в любом случае, да, все эти механизмы работали. И тут вас приглашают в отечественную компанию и в телеком-бизнес, который, наверное, был тогда совсем-совсем вот, ну, в таком зародышевом состоянии, и для вас, наверное, тёмный лес, или нет? А, у меня был тогда сотовый телефон, кстати. Московская сотовая связь? Нет. Ну, я был... Сонет. Не буду говорить, кто. Ну, в любом случае у вас была вот такая здоровенная трубка. Ну, нет, у меня... Нет, я уже чуть позже, это был там 2001 год, да, но, во всяком случае, у меня дырка в кармане от телефона была, потому что он весел. Вот, я его в кармане, значит, носила. Нет, у меня уже была сотовая связь, естественно, конечно, я ничего в этом не разбиралась, но, как я уже сказала, что я по природе своей такой человек достаточно любознательный, то есть мне интересно всё новое. А почему, а как вы думаете, почему их выбор упал именно на вас? Никогда вам об этом не рассказывали? Надо спросить, да. Кстати, мой такой первый непосредственный руководитель в МПЛКОМе был Николай Прянишников, он сейчас генеральный директор Майкрософта. Николай очень энергичный человек, то есть человек, который меня, собственно говоря, обучил и помог за руку, привёл, значит, в мобильную связь. Вот, мне, конечно, было безумно интересно, когда мне сказали, значит, телеком-компания, я подумала, круто, но почему-то я себе представила, помните, тогда были такие вот компании, сейчас я уже не помню даже, как они назывались, но одна из них была Golden Telecom, которая потом слилась с МПЛКОМ, которые были типа западные, вот, и занимались, значит, соответственно, на телефонии, такое офисное преимущественное, вот, и я почему-то сначала интересовала себе такую вот какую-то компанию, к нам, какие-то Камбел, Golden Telecom или ещё что-то. Когда я приехала, мне сказали, что это Beeline, я говорю, вы что? О, я же вообще только в западных... Я на западе работаю. Да, я на западе, вот. А они мне сказали, ну, ты, пожалуйста, вот, давай, поезжай, вот, а там посмотрим. Вот, ну, всё достаточно стремительно, быстро происходило, то есть, в отличие, там, от Буш-Семеса, где длилось полгода принятие решения, там всё произошло быстро, и я ни дня не жалела потом, что так и произошло. Об этом мы продолжим разговор на Финаме после новостей. Оставайтесь с нами сегодня вдоль и вице-президент компании в МПЛКОМ Ольга Турищева. В студии я, тут Ларсен и вице-президент полумаркетингового бизнес-развития компании в МПЛКОМ Beeline Ольга Турищева. И вот всё-таки был, да, некоторый такой небольшой снобизм изначально, как у человека, который работал много лет в западном бизнесе, что в российский бизнес лучше не соваться. А были ли действительно какие-то, ну, опять же, неприятные, неожиданности? Или, может быть, наоборот, какие-то приятные сюрпризы, когда вы перешли западной компании в отечественную? Ну, первый сюрприз, наверное, в том, что всё так быстро решилось. Да, да. То есть, значит, первое, то, что всё быстро. Второе, что в серии... То есть ты стоишь фактически у истоков принятия решений, потому что, конечно, там мультинешнлс, там компании с большой историей, есть процедуры, есть процессы, есть штаб-квартира с большой буквы. И, соответственно, всё было так сложно. А в те времена, там 2001 год, всё быстро и динамично развивается, сотовая связь развивается. Тогда были вообще только в Москве, надо сказать, что... А потом, значит, уже там спустя какое-то время выходили в регионы. И вот этот вот динамизм, энергия, то, что ты видишь людей, которые физически ощущают, что они драйвят этот бизнес, конечно, это безумно заряжало. Это безумно заряжало, и это мало где встречалось, потому что всё-таки я забыла... Вот к тому моменту я уже полностью забыла о том, что я когда-то вообще видела себя сотрудником каких-то банковских или каких-то инвестиционных компаний, потому что вот тут уже всё, тут уже ты начинаешь там полностью раскрываться. Там мы запустили эту компанию, с нами удобно. Господи, сейчас уже вспоминаешь, там столько лет прошло. И вот эти вот дискуссии по поводу того, что такое мобильный оператор, а что это даёт людям, а как сделать так, чтобы люди поняли, что это доступно для них, чтобы снять барьеры. А было тогда у вас ощущение вообще того, насколько масштабным станет этот бренд и насколько большую историю вы затеваете? Вы знаете, компания в МПЛКОМ, я считаю, что уникальная, и вот эта такая энергетика, она исходит, уходит своими корнями к самоснователям Дмитрия Борисовича Зимину и Оги Фабелла. То есть они фактически переворачивали мир, переворачивали представления. Думали ли они тогда о том, что там в МПЛКОМ будет международной компанией, которая работает там на многих рынках, не только, значит, в России, а в том числе в Италии, в Азии и других странах? Я думаю, что нет. Просто вот мне кажется, что очень важно, и это вот этот дух такой в МПЛКОМовский, предпринимательский, да, который был там много лет назад в компании, не бояться, то есть не бояться идти вперед, да, даже если ты не знаешь, что там тебя впереди ждет. Вот это было, наверное, одна из самых сильных сторон. И поэтому, даже когда ребрендинг делали, в принципе, ведь такой шаг был радикальный. Собственно, это была ваша задача, да, прямая? Нет, но это командная задача была. Как я уже говорила, что Александр Изусимов очень активную роль играл в этом, Кирилл Обух, который работал у меня в команде тоже. То есть он, ну, я считаю, что, ну, это тот человек, который сделал это, да, потому что, собственно говоря, он всех сподвигал. Это агентство, то есть очень большую роль сыграло агентство Волфолинс английское, с которыми мы работали, Би-Би-Дио, безусловно, Элла Стюарт, Игорь Луц, то есть, ну, как бы там, Игорь Киричин. Ну, то есть это была маленькая команда, то есть мы не принимали там решения большим составом людей, вот, но это действительно реально командная работа была, вот. Но я к тому, что решение само, оно было очень таким радикальным. Мы даже исследования не проводили, ну, то есть вот решили, что... Серьёзно? Да, да. Решили, поверили и сделали. То есть тоже на... Да, здесь, наверное, всё-таки некоторая доля интуиции вашей женской должна была сыграть решающую роль, нет? Ну, вы знаете, ну, опять же, да, я там была, естественно, да, но мы действительно старались как-то найти что-то, что вот, чтобы кликнуло, чтобы вот у всех, кто членами команды был, да, вот кто с кем обсуждали. То есть вы проводили исследования среди себя, внутри своей команды. Да, да, и у нас был один заход, второй заход, третий заход, и вот что-то ничего не кликивало, не скликивало, да, а потом вот уже, когда скликнуло, да, мы поняли, что вот это то, да, то есть вот это вот то, что... то, что нам хочется, вот. Хотя, когда шли на эту встречу, думали, ну, всё, если сейчас опять что-нибудь не то принесут, значит, всё пошлём, значит, придётся что-то делать заново и прочее. Вот, поэтому мне кажется, что вот здесь вот, как бы возвращаясь, наверное, к Вампелкому, да, и вообще ко всей этой моей истории тоже, и к тому узнали ли мы какие масштабные задачи, мне кажется, что интуитивно просто верили, что будущее большое, светлое. Ну, и ведь действительно, такое могучее развитие рынка мобильной связи, в частности, в Вампелкому, реально изменило жизнь в стране вообще. Да, конечно. И менталитет, и, я не знаю, там, активность людей в плане общения друг с другом. Вы сама часто много говорите по мобильным телевым? Знаете, я много пишу и много читаю. То есть сейчас вот, на мой взгляд, это вторая революция, которая происходит. Это революция под названием мобильный интернет. Потому что как только скорость становится такими, что это уже не раздражает, и что ты можешь фактически вот действительно в режиме реального времени общаться, получать информацию, смотреть видео и так далее, то мне, например, иногда проще даже, да, там, написать что-то или там какую-то такую переписку вести, чем разговаривать, потому что я могу тогда это делать параллельно. Потому что как у любого там большого менеджера, много разных встреч, и жизни бы не было, или она бы останавливалась, если бы у тебя не было возможности там при этом решать какие-то свои вопросы, отвечать на письма, там, писать какие-то сообщения и прочее. Мне очень интересно ваша история еще и потому, что ведь вы в Мпелком заходили дважды. Да. В одну и ту же реку вам это удалось. Как так произошло, если это не секрет? Вы сходили в Рамблер и вернулись обратно в Мпелком уже просто, ну, на одну из самых мягких кресел. А может быть, наоборот, самых жестких. Ну да, насчет мягкого не знаю. Как в сериале «Игры престолов», да, «Трон из мечей». Расскажите, как так получилось? Ну, вопрос такой непростой, наверное, да. То есть в Рамблер я уходила абсолютно осознанно и... И опять в кризис. И опять в кризис. И кризис в Рамблере был. Но не жалею ни секунды, несмотря на то, что очень тяжело было. И, в общем, в какой-то степени, наверное, вот этот вот дух такой демократичный, идейность определенная, такое бунтарство какое-то, да. Интернет-тусовка. Предпринимательское начало, которое там просто вот оно в кубе, наверное, фонтанирует. Конечно, это удивительно стоит такого рода опыт. Хотя, в общем, Рамблер был непростой историей, очень непростой. Я даже, простите, читала где-то исследование, в котором вы упоминались, что ученые почитали, что в кризисный период все чаще и чаще в качестве кризис-менеджеров людей, которые могут поднять там падающую кампанию с колен, нанимали именно женщин. И что вот Ольга Турещева, она вот в Рамблер пришла таким вот спасателем, спасителем. И почему-то вот именно женская рука необходима была в тот период таким кампаниям. Я сейчас другую историю расскажу, может, я историю на историю расскажу. Когда-то давным-давно, я помню, что искали бренд-менеджера, это еще там до брендинга было, вот еще Билайн был не такой яркий, заметный бренд, мы искали бренд-менеджера в кампанию, искала нам агентство, экзекиоти все очень, вот, ну и обычный брифинг, я говорю, вот я хочу, чтобы было там умный такой, сякой, там любознательный, там работоспособный, вот, ну и в общем расписываю. Чтобы и хобот, и плавники. Да, и сидит напротив меня, значит, партнер этого агентства, слушает, слушает, говорит, Уличка, а вы понимаете, что это будет женщина? Я говорю, нет, не понимаю, а почему? Говорит, ну вот так работать могут только женщины. Вот, и я все время о том же в программе, в доле. Но вы действительно пришли в Рамблер в качестве такого, ну, спасательного, не знаю, ангела-хранителя? Ну, наверное, не ангела-хранителя, да, но я думаю, что мой маркетинговый бэкграунд, он был для Рамблера в тот момент уместен, и маркетинговый, и как бы product development. Единственное, что, конечно, я там не понимала интернет, им, как, в общем, все люди, когда приходят в новую индустрию, все переживают определенные циклы. Сначала тебе кажется, что ты все понимаешь элементарно, потом ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, потом проходит полгода, ты начинаешь как-то немножко въезжать, и вот реально какое-то просветление происходить там где-то через год, когда ты уже начинаешь понимать, как этот бизнес работает. Поэтому я считаю, что много достаточно удалось сделать в Рамблере, то есть мы навели какой-то порядок определенный, потом стояла задача такой дух поднять, мы в новый офис переехали, это важно, особенно для интернет-компаний важно, потому что мы организовали там зону, где люди смогли отдыхать, где они смогли какое-то проводить свое время, начали говорить о каких-то новых запусках, стали привлекать новых людей, много людей с рынка пришло новых. И, собственно говоря, подготовили компанию к тому шагу, который был сделан последствия, произошло объединение с компанией «Афиша». Вот, и я считаю, что все достаточно неплохо развивалось. Сейчас, правда, еще следующее объединение. Но уже когда я в Рамблер вышла, я прочитала тогда книгу Ашманова, как же она называлась, «Жизнь в пузыре», по-моему, или что-то такое, ну, сейчас не помню точно название ее, но там про тяжелую долю Рамблера, я потом тоже думала, думаю, это все же проблема в названии, что такое Рамблер, бродяга. Вот, поэтому, конечно, с точки зрения там Рамблера, удалось все сделать или нет, ну, не знаю. Но я считаю, что очень много, то есть много удалось привнести какой-то системы, потому что там много достаточно развивалось хаотично. И вот как-то людей так дух поднять, дух поднять, вдохновить. Я помню, что я встречалась со всеми девелоперами, разговаривала. Ну, то есть для вас само это был скорее какой-то полезный опыт или драматичный? Полезный, полезный. То есть я благодарна этому опыту, и для меня это был такой какой-то внутренний вызов. Но вызов в каком смысле? Он был очень драйвовый. То есть такая энергия била, безусловно. И до сих пор я со многими коллегами, с кем я работала в рамблере вместе, встречаюсь. И вот, ну, какую-то мы чувствуем такую вот, знаете, какая-то весна. Ну да, для них вы просто Оля, а в импелкоме вы вице-президент. Как вы вернулись? Это правда. На щите, да, практически в короне. Не, ну это правда, да. Кстати, вот это вот то, что я вернулась, и что я не предполагала, что, конечно, там... Я же... У меня же было еще несколько других исходов из омпелкома, но не таких, не навсегда. Я родила двоих детей, например, в Билайне. И с первой дочкой я полгода не работала, а со второй дочкой не работала полтора года. Ничего себе. А они вас отпустили. Да, но... Причем я не работала не потому, что я там хотела дома сидеть и все, а потому что у меня было вот это вот... А что дальше? Ну и когда еще такая уникальная возможность может возникнуть, чтобы посидеть так? И я поэтому в Ампелкоме... Ну у меня тоже было несколько разных фастов. Я маркетингом занималась, потом венчурным проектом занималась, в общем, поэтому органично совершенно оказалась в интернете. И когда я вернулась, конечно, в Ампелком уже стал другим. И это стало уже такое министерство, с определенной иерархией. Рынок телекомовский уже не тот. То есть как бы возможности для эксперимента, конечно, не столько. Задачи тяжело, более тяжелые. Поэтому к вопросу, можно ли войти дважды в одну реку, нельзя. Это уже была другая река. Это была другая река. Я об этой реке тогда мало что знала, надо сказать. Так что... То есть вы хотите сказать, что когда вам предложили стать вице-президентом в этой компании, вы колебались и думали, стоит ли вообще принимать? Нет, нет, я в том-то и дело, что я не думала, потому что я-то жила вот там тем Билайном, который у меня вот этот вот образ светлый. И потом мне предлагал опять же Изусимов, который он к тому моменту, это был его тоже какой-то еще один приход в Ампелком. И, в общем-то, я вообще абсолютно не колебалась. Я вернулась сначала, кстати, на бизнес-девелопмент, только буквально там через месяц уже возглавила маркетинг и бизнес-развитие компании. А что было дальше об этом после новостей? Вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию компании в Ампелком Билайн, Ольга Турищева сегодня с нами в доле. И получается, что это уже какая-то вот ваше возвращение в Ампелком в качестве вице-президента, это, ну, третья какая-то большая работа, да, после ваших бытовых техник, после Билайна, после даже четвертых уже получается, да. Сегодня, ну, то, чем вы занимаетесь по-прежнему, столько же драйва может приносить. Или уже он и не нужен? Хороший вопрос, да? Нет, мне кажется, что драйв, мне драйв, наверное, всегда нужен, потому что я иначе скучаю, начинаю, ничего не делать могу даже. Вот, ну, я, конечно, мотерирую все это. Нет, сейчас, конечно, жизнь другая, вот, и задачи уже немножко другие, и команда там изменилась. Вот, безусловно, конечно, для меня, ну, то, что меня греет, наверное, там в Ампелкоме, это сопричастность бренду Билайн, потому что я считаю, что бренд Билайн, конечно, величайший бренд российский. Вот, без ложной скромности могу сказать об этом, потому что даже вот, ну, несмотря на то, что были там сложные периоды в развитии компании, безусловно, тем не менее, все равно бренд Билайн всегда оставался там одним из самых сильных, ярких брендов компании в Ампелком. Вот, ну, а так, как бы, жизнь-то не заканчивается, впереди же много других горизонтов и еще чего-то неизведанного, поэтому посмотрим. Ну, расскажите тогда о своей команде. Вы говорите, что она небольшая, но я вижу, судя по тому, как вы об этом говорите, что каждый человек в этой команде, это вот ваша, может быть, даже какая-то маленькая победа. Вы как, вы сами отвечаете за выбор этих людей? Вы сами с ними имеете, ну, какие-то, я не знаю, там, собеседуете их? Вы ищете именно такого человека? Ну, смотрите, у меня в Ампелкоме были разные команды. У меня были больше, у меня были меньше. Сейчас у меня, то есть сейчас я вот занимаюсь непосредственно вопросами корпоративного маркетинга. Это вот развитие там бренда, работы там с исследованиями, то есть такого рода вещи уже, как бы маркетинг, маркетинг такой, да? Вот, и сейчас у меня команда поменьше, то есть у меня разные были фазы совершенно. То есть вообще, в принципе, у меня в карьере были разные совершенно команды. Безусловно, людей, которые работают со мной напрямую, я подбираю сама. Каким образом я их подбираю? Значит, это разные совершенно, да? То есть кто-то может по рекомендации приходить, да? Где-то мы агентство используем. То есть я стараюсь всегда вовлекать HR как союзников в поиске людей, потому что всегда, когда ты смотришь на человека, ты смотришь на него с позицией его профессионального опыта, то есть что он привнесет, ну и какая-то химия. А вот про химию поподобнее, пожалуйста. Какой он должен быть? Чувство юмора. Ну, чувство юмора, да. Но для меня очень важно, чтобы человек был любознательным. Да, вот для меня, ну, может быть, это в силу природы и профессии, да? Потому что для меня важно, чтобы человек был интересующийся. Потому что, как правило, люди интересующиеся, ну, может быть, любознательный, не самое яркое слово, да? Но вот люди интересующиеся... Любопытный хотя бы. Любопытный, да. Вот любопытный лучше даже, наверное. Люди интересующиеся, они постоянно ищут источник для развития, да? Люди такие, как бы, которые, для которых ключевая мотивация, вот есть моя территория, я всё, значит, вроде как про неё знаю, вот, они, к сожалению, могут быть очень эффективны и полезны для компании, но они не дадут развития со временем. Но недолго. Да, то есть они, как бы, они отрабатывают. А в особенности в телекоме, в интернете важно, чтобы были люди, которые могут работать в постоянно меняющейся среде. Вот, поэтому для меня важно, конечно, вот такая, как бы, чтобы у человека была определённая такая гибкость, желание узнать больше, желание развиваться. Вот, драйв, да, потому... Ну, хотя, к сожалению, там часто иногда бывает, что вот вроде собеседование даже не самый эффективный механизм, к сожалению, бывает, да, то есть есть люди, которые там умеют драйв создать, а потом вот... И быстро сдуваются. Да, быстро сдуваются, или оказывается так, что у человека просто его внутренние какие-то комплексы или какие-то внутренние барьеры, они не дают ему возможности так, как бы, позитивно развиваться. Потому что для меня важно ещё, важное качество, чтобы человек был позитивный. Ну, я про профессиональный опыт не говорю, потому что профессиональный опыт, безусловно, да, тем более, что... Ну, чтобы без уныния, без интриг, без каких-то закулистных, там, шуршаний. Да, вот это я не люблю. Я, к сожалению, с этим очень часто сталкиваюсь и на разных уровнях, но, в принципе, я считаю, что наша жизнь, она... Во-первых, она очень динамичная, не хватает времени на многое, да, там, не хватает времени на себя, не хватает времени на какие-то свои там интересы, на своих близких. А вот эта вот вся, как бы, возня, она в результате ещё больше времени отнимает. И поэтому я человек такой достаточно прагматичный, я считаю, что можно... Вот если где-то взаимодействовать, можно скорее договориться. Но, к сожалению, так, конечно, это идеальный мир, наверное, выглядел бы так, но в жизни, конечно, не совсем так получается. Вот, поэтому, возвращаясь, как бы, к характеристикам этого такого здорового и любопытства исследовательского, позитива, желание учиться развиваться. И ещё, наверное, очень важно, чтобы у человека был определённый такой вот стержень, стамина, да, потому что, говорит, нельзя перейдеться на то, что постоянно прогибается. Ну, это идеальный мир. Ну, конечно, но тем более это мужской мир, как вы уже сами заметили. Вот эта работа в мужском телекоммуникационном бизнесе как-то вас изменила, как женщину? Какие-то мужские, может быть, качества? Или вы, наоборот, стали более гибкой и лучше стали понимать мужчин и легче ими манипулировать? Не знаю. Изменила? Ну, наверное, нет, меня, наверное, изменил, то есть изменил телеком, вот, когда я пришла в телеком, за счёт того, что, конечно, скорости совершенно другие, то есть скорости с точки зрения принятия решений, развития, реакции, да, необходимости работы с какими-то комплексными задачами совершенно другие, конечно. Вот. Были, конечно, не всё так радужно, да, то есть есть какие-то вещи, которые там в какой-то момент там ты выныриваешь и думаешь, господи, жизнь-то она проходит, а ты вот в это, то есть настолько мощный информационный поток у тебя идёт там на работе, что ты не можешь, ты не газеты уже не читаешь, там, ты не, ну, сейчас газеты, понятия, наверное, ещё существуют, но в реальной жизни. То есть ты перестаёшь следить какие-то новости. У меня было несколько таких историй, когда, вот, не помню, какие-то бытовых историй, там, в серии, там, в Москве где-то не было электричества. Я узнаю, значит, от других людей, что нет электричества. Говорю, как ты, что, ты что, не видела это в интернете, а я понимаю, что я каких-то элементарных вещей не замечаю. Почему? Потому что ты живёшь в этом потоке. Да и слава богу. Значит, раз не замечаете, значит, они не отравляют вам жизнь. Ну, да, но что-то хорошее ты же тоже выпускаешь, да? Но, тем не менее, вы сами сказали, меня это поразило. Вот я, перед тем, как я ушла туда-то, я прочитала книжку. Значит, есть время на книги? Ну, стараюсь, да. Есть время на детей? Да. Не, ну, с точки зрения детей, то есть, ну, вот несколько таких, знаете, как does and don'ts, да, то есть, что делаем, что не делаем, то есть, мы для себя с мужем там определили такие вещи с самого начала, да, там, как бы тяжело не было, что... Может, тоже в бизнесе? Да, но он в другой компании работает и в другой совершенно сфере, что мы никогда в отпуск не едем с няней, мы едем сами с детьми, потому что, ну, там, ты не успеваешь время в обычной жизни проводить, хотя бы как бы испытывать какое-то время для этого. И по выходным по-разному, то есть, когда совсем еще маленькие были, жили на даче, там няня была, так вообще, в принципе, выходные всегда проводим с детьми, стараясь проводить с ними. Вот, и это дает какую-то, ну, вот такую компенсацию по времени хотя бы, да, потому что, если ты не успеваешь там в течение всего времени его распределить... Не количественно, так качественно. Да, хотя, в общем, тема work-life balance это одна из моих самых больных, наверное, тем, как сделать так, чтобы в жизни нашлось место для всего. Пока не нашлось? Ну, тяжело, ну, так я себя работаю над этим. Ну, вот меня, например, поразило, что вы на полтора года смогли уйти в декретный отпуск. У меня максимум получилось на два с половиной месяца. Это значит, что всё-таки вы гораздо дальше, чем, например, я, продвинулись в этой войне за свободное время и за себя. Может быть, может быть, в войне, а может быть, знаете, всё-таки... Я же всё-таки в корпоративном мире живу, да, и, в общем-то, я же не то, что ушла там и сидела там с книжкой где-нибудь там на даче. Ну, достаточно активно какие-то, не знаю, чем-то занималась, во всяком случае. Вот так, если вспоминая это время, то есть это была достаточно активная, такая насыщенная жизнь, там, ну, и детьми позанималась наконец-то. Вот. Но для меня это был такой очень хороший опыт. То есть я прям не жалею ни секунду, что я вот так себе позволила полтора года ничего не делать и искать смысл жизни. А сейчас вы могли бы себе позволить так выпустить? Не знаю, наверное, да. Ну, сложнее всё. А вот это, наверное, нет. Да. Не, ну, понимаете, как бы много же вещей... То есть я человек такой деятельный по натуре, в принципе, да, поэтому... Мне всё время на что-то времени не хватает. Вот. Поэтому, в принципе... Например, на теннис? На теннис точно не хватает. То есть я ими не занимаюсь уже там... Сколько там много времени. Вот. Сейчас я больше там уже так в зал хожу. Йога сейчас вот занялась. Получаю от этого удовольствие большое достаточно. Ну, почитать что-то, посмотреть. Сейчас, мне кажется, сейчас такое количество контента вокруг, вот, который хочется весь как-то вот его съесть, вот, через себя пропустить. А времени нет. Ну, на детей время всё-таки... Ну, детям... Ну, да, я думаю... И на бокальчик, и вина на даче. Ну, на бокальчик вина тоже на даче. Вместе в компании с семьёй, безусловно. Не, ну, понимаете, как бы на детей. Я думаю, что они вырастут, и они мне припомнят, конечно. Вот, то, что мама приходила спать, когда они... Приходила домой, когда они уже спали. Я думаю, что, наверное, детям всегда не хватает времени, безусловно. Но я стараюсь, во всяком случае, ну, я об этом думаю, вот. И я стараюсь какие-то такие шаги делать, чтобы вместе с детьми проводить. А что вы любите? Что вы вместе делаете, кроме отпуска? Какие у вас есть? Ну, вот мы, например, по субботам ходим всегда вместе на спорт. В спортклуб. То есть это у нас уже такая, в общем-то, традиция. И это очень хорошо как-то и детей так дисциплинирует. Вот, потому что мы, естественно, каждый занимается в каких-то своих этих секциях, в кружках или ещё что-то, но мы идём вместе, да. То есть у нас как-то вместе такое времяпровождение. Да, ну, какие-то разговоры разговариваем. Я в одном интервью вашем прочла о том, что, возможно, в пенсии... Ой, ну, вот на пенсионном уже состоянии вы купите оливковую рощу и будете производить оливковое масло. Эти планы по-прежнему с вами? Я очень люблю Италию. То есть это одна из моих любимых стран. Сейчас, правда, немножко изменяю. Есть Калифорния, скажем так. Потому что в прошлом году мы, кстати, проехали с детьми от Сан-Франциско до Сан-Диего. Спасибо, Оля, огромное. Вы в очередной раз сегодня в нашей программе подтвердили своим примером, что женщина в бизнесе – это женщина с большой буквы. Хорошего дня, удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.